всем привет в одном из своих прошлых роликов вы могли видеть рыбалку которую я использовал данную катушку это revo mg extreme 2 от обува арсии и там на рыбалке в общем я негодовал о том что данная тормозная система здесь она центробежная не справляется с намокшим шнуром то есть шпуля довольно глубокая и когда шнур намокает после часа полутора рыбалки тормозная система не справляется с забросом то есть приходилось затягивать осевой тормоз так что приманка совсем не спускалась вот при свободном падении люди мне начали писать то что я не типа делаю что-то неправильно нужно и смазывать зеркало маслом и не давать воде туда попадать в общем ребята я не первый как бы вот рыбачу наверное у меня есть понимание как должно все это дело работать зеркало было смазано небольшим количеством смазки я пробовал по-разному и со смазкой и без смазки и сушил зеркало каждые там полчаса в общем чтобы не было влаги ничего это не спасало ситуацию в итоге катушка все равно не бросала шпуля не останавливалась всегда были вспухание шнура и бороды в общем как видите шпуль здесь уже нет я ее разобрал сейчас посмотрим как можно попытаться выйти из данной ситуации вообще с точки зрения потребителя покупая такую катушку за немалые деньги человек не хочет приобретать геморрой чтобы постоянно следить за состоянием зеркала в процессе рыбалки что там наносить какую-то смазку или сушить от влаги катушка должна работать как автомат калашников или лично мое мнение потому что она не бюджетная она очень даже не дешевая когда новый человек и покупает нежно достал за как бы небольшой прайс но все равно суть не в этом катушка должна работать правильно здесь же тормозная система не тянет то есть она работает некорректно так вот выглядит шпуля я думаю что возможно можно было без заморочек работать с данной катушкой но только с флюорокарбоном то есть он как бы влагу на себя особо не не то что не впитывает а не собирает вот как плетеный шнур возможно с ним ситуация изменилась бы но я флюорокарбоном не пользуюсь мне это чуждок можно так сказать я сторонник плетеных шнуров производители могли просто сделать шпулю чуть менее емкой тем самым возможно проблем с забросом не было бы то есть меньше количество шнура меньшее количество влаги меньше будет увеличиваться масса шпуле в процессе рыбалки с таким как бы вариантом шпуле не работает то есть есть здесь вот такой механизм который держит в себе четыре центробежных грузика вот возможно если бы можно было приобрести данным пластиковое кольцо с шестью грузиком проблема была решена но такого размера я узнавал у наших как бы дилеров в россии где можно приобрести запасные части катушкам оба в россии такого диаметра есть только ночь на четыре грузика то есть на 6 грузиков они под другие шпули под другие размеры большего диаметра так уж один вариант отпадает и я сделал как бы другой вариант реализовал я приобрел на алиэкспрессе шпулю шпулю который подходит катушки оба в россии тоже ревый лтx b8 здесь магнитные тормоза данной катушки представлены то есть шпулю не совсем конечно должна подойти для mg extreme а но поскольку система торможения разные другой вариант я не нашел то есть это самый на мой взгляд такой который можно реализовать пришла посылка довольно таки долго на славе из китая сейчас мы вместе посмотрим удастся ли не каким-то образом закрепить на этой шпуле центробежную систему торможения робочка пакетики посмотрим что из себя какие-то магнитики бух блесенки а узкие блесенки интересно будет потом внимательно не посмотреть может по головлю пойдут попробую где-нибудь подарки короче здесь какие-то магниты я смотрю надписью z почему-то ну или n возможно смотря как читать это тоже пока все делал сторонку сама коробуха со шпулей так это выглядит довольно таки все ага то есть так не работает нужно брать тогда работает на открывание интересное решение всегда коробочки какие-то разные приходят так берем из кадра коробочки вот так выглядит шпуля она не очень глубокая можно сказать мелкая тоже взял красного цвета но и так думаю под шнуры полтора один полтора вот такой где-то размер тут влезет 1 метр 100 должно уместиться возможно даже тестировать буду если удастся все делать собрать с меньшим количеством шнура есть меня на примете там кусочек 50 метровой полторашки как мы видим шпуля с подшипником он закрытого типа судя по тому что вращение непродолжительное он либо в смазке скорее всего внутри присутствует смазка так вроде он звуков никаких не издает может быть даже нормального качества потом поближе посмотрим но вообще если буду эксплуатировать я конечно же поставлю подшипник сюда родной со шпули джи экстрим они-то насколько я знаю гибридные должны быть здесь я не уверен гибридным или какой можно разобрать конечно посмотреть я так понимаю да можно разобрать этим я займусь чуть позже в общем сейчас попробуем здесь как-то реализован непонятным тут что-то знака такая на оси для чего это нужно не знаю я таких раньше не видел моментов то есть вот так это выглядит надеюсь там видно на камеру для чего это надо непонятно по моему такого не был никогда может быть для производства самой шпуле необходимо но не знаю здесь мы видим такую черную вставку не знаю каким образом она там закреплена может быть на клею как там там сидит насколько это надежно сейчас сначала попробуем сориентировать наш пластиковый это тот самый не диска как кольцо по диаметру насколько он совпадет как мы видим здесь этой обратной стороной поставил есть зазоры довольно таки значительные зазоры сейчас попробую установить нормальной стороной то есть как мы видим есть зазоры то есть для того чтобы шпуля нормально работала с данным тормозной как бы блоком кольцо необходимо чтобы она была сориентирована четко по оси то есть в этом вся будет заморочка как вот точно прикрепить но здесь вариант один это клей то есть необходимо выставить его будет четко по диаметру это я уже примерно знаю как сделаю вот и приклеить вот насчет приклеить пока не знаю получится ли это качественно сделать поскольку все-таки пластик он клеится крайне не очень хорошо но я попытаюсь это сделать металлическую часть вот эту я зачищу в местах клейки от краски так понимаю это эмаль черного цвета уберу и механическим путем немножко обработаю пластик тоже придется немножко обработать наждачной бумагой либо надфилем придать в местах клейки шероховатость и посажу и это все дело на очень очень тонкий слой аккуратный эпоксидной смолы в общем так только такой вариант других вариантов я здесь не вижу пока не мере если будут какие-то мне идеи последующие то может быть план будет скорректирован ну так шпуле сейчас кстати мы и взвесим ради интереса сколько она весит ну шпуля довольно таки легкая по ощущениям с тормозным блоком она будет чуть тяжелее но несущественно я думаю вес шпули 7,9 грамма показывают весы вместе с подшипником поместим сюда 4 грузика и кольцо ну вот вместе с клеем будет где-то 9 грамм я думаю замечательный вариант принципе для тех задач которых я требую от этой катушки пока сторонку отложим сейчас попробуем установить в катушку посмотреть подходит ли все так нужно немножко наверно ослабить осевой тормоз ну все вроде собралось люфт убран ну выглядит конечно прикольно практически в том тоне чуть-чуть по и более яркий тон по цвету все работает тормоза а тормоза тут не работают вроде не зажимал что там шпулька ты вращается в общем не продолжительное время может быть там какие-то металлические части есть шутка нет тут магнитов в общем думаю я придумаю каким образом это реализовать если все получится я конечно же вам покажу и расскажу что и как самое главное это сориентировать деталь с грузиками относительно оси вращения шпули то есть как мы видим здесь присутствует быть довольно большой люфт мои измерения показали что этот люфт в районе трех десятых миллиметра вот я здесь уже зачистил четыре места для клейки и посадки на эпоксидную смолу данного кольца в общем для того чтобы сориентировать деталь относительно другой на работе коллега в общем вытащил мне вот такое колечко его толщина составляет три десятых миллиметра она выполнена из дюрали а ширина 1,3 миллиметра то есть 1,3 миллиметра сейчас в общем план такой помещая его в шпулю затем собираю кольцо с грузиками предварительно нанеся эпоксидную смолу в четырех точках и попытаюсь все это дело собрать на камеру делаю один раз поскольку второй попытки не будет надеюсь все у меня получится так как мы видим кольцо села шпулю есть как бы небольшой такой выступ но я надеюсь это не помешает по идее его не должно было быть значит штангенциркуль немножко меня подвел вроде бы замерял глубину пазика получилось 1,3 миллиметра ну и думаю где-то десятка полторы десятки торчит может две я думаю страшного ничего не будет если уж вдруг будет как-нибудь это исправим хотя здесь будет еще кольцо пластиковое с грузиками торчать выступать я думаю не помешает это никак на работу в общем данного механизма так ну что пробуем эпоксидную смолу я уже замешал сейчас аккуратненько нанесу ее в нескольких точках где предположительно нужно быть склейка внешний выглядит норм так теперь значит нужно постараться поместить так я правша нужно взять правую руку грузики подвесить их свои места надеюсь там на камеру что-то видно мне это не очень удобно делать на выкинутых руках так главное что самому не приклеится случайно так зацепил немножко с одной стороны пальцем эпоксидную смолу но ничего страшного не произошло так ну вот как бы кольцо с грузиками в сборе теперь необходимо сориентировать ее относительно шпули так чтобы все у нас было в нужных местах и аккуратненько это дело постараться вставить ага вроде бы заходит вроде бы даже зашло с первой попытки так ну что как мы видим все село замечательно вот один он залипает маленько непонятно почему ничто ему там не мешает но почему-то залипает иногда он туговат открывается но я думаю на оборотах на высоких это будет происходить в любом случае сейчас в общем зафиксирую все это дело завтра высохнет посмотрим соберем эту шпуль вместе с катушкой посмотрим что получилось смотрим что же у нас получилось после суток надеюсь что все будет в порядке с данным тестом и экспериментом так резиночки не мешайтесь ну все вроде работает внешне визуально визуально выглядит таким образом моя конструкция так сейчас не терпится поместить ее в катушку посмотреть что из этого вышло так все село закрылась так сейчас посмотрим осевой тормоз все люфт убран так здесь у нас штатив с камерой не совсем удобно подшипник на шпуле я заменил то есть сейчас там стоит заводской подшипник от катушки нж экстрим все вроде работает максимальное торможение было минимальное ну все ждем теперь сезон открытой воды будем тестировать уже на рыбалке непосредственно данную катушку смотреть как работает тормозная система шпуля в общем пока больше вам сказать нечего по этому поводу надеюсь что все получится просто шикарно думаю наверное с удочкой от компании дайва прорекс которая была в одном из крайних роликов наверное думаю самый идеальный вариант будет легкая катушка легкая снасть легкие приманки до до 20 грамм максимум от 10 до 20 грамм думаю самое самое то будет для этой снасти всем удачи и пока